В Южной Индии есть поговорка о том, что кокосовая пальма приносит пользу и когда она живая, и когда неживая. Все части кокосовой пальмы приносят пользу даже после того, как ее жизнь завершилась. Такая же возможность есть и у людей. Мы можем быть абсолютно полезными и вносить свой вклад в жизнь вокруг нас, когда мы живы. И точно так же после того, как наша жизнь закончилась. Донорство органов является такой возможностью, когда мы можем изменить к лучшему жизнь другого человека даже после того, как наша жизнь закончилась. Это невероятная возможность, которой человек должен воспользоваться. В индийской культуре нет почитания тела после смерти. В любом случае, через несколько часов после кончины человека тело сжигается путем кремации. Когда дело обстоит таким образом, если мы можем использовать органы умерших людей, чтобы преобразить жизнь другого человека, это просто замечательно. Но есть и другая сторона этого вопроса. Каждый человеческий орган создан таким, чтобы функционировать на протяжении всей жизни человека. Почему мы развиваем культуру, в которой человеческие органы выходят из строя на полпути? Мы должны развивать такую культуру, чтобы каждый человек брал на себя ответственность, следить за тем, чтобы его тело служило ему всю жизнь. Развитие такой культуры очень важно. Свою печень вы доводите до отказа алкоголем, а потом хотите пересадить в себя чью-то чужую печень. Это может породить нездоровую тенденцию. И кроме того, существует рынок торговли органами, который будет наживаться на этом. Рынок, который может открыть множество опасных возможностей. Так что донорство органов является превосходной возможностью, если применять индивидуальный подход. Но если смотреть шире, мы должны быть осознанными, осторожными и следить за тем, чтобы этот замечательный акт, имеющий значение для жизни другого человека, не превратился в огромный рынок торговли и не принес все остальные связанные с этим неприглядные вещи.